Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики и гости нашего канала. Наш очередной выезд. Долго не было выезда, уйдут дожди. Сегодня погода нелетная, с утра тоже был дождь, поэтому приходится нам не сладко. Но тем не менее пробуем что-то найти, продолжаем поиски немецкой оборонительной линии, прорванной нашими войсками в июле-августе 43-го года. Есть первый сигнал. Вот в принципе ямка уже углубились, идет Мешинка, как можете видеть. Пока найдено немного, немецкая граната, яичко М-39. И одна гильза 7,92 к маузеру. Будем продолжать, возможно ниже что-то удастся обнаружить более интересное. Посмотрим. В этом сигнале показалось, как можете видеть, ремешок пока виден с подбородочником. Немецкая каска лежит. Сейчас будем доставать и показывать ближе. Да, вот подбородочник. Она по-моему разбита вся. Ох ты досталась. Их влетело. Красиво. Да, с подшлемником. Гломера остались живые. Маленькая, смотри. А ну покрути ее еще немножко для видео. Деколки не видно? Ну вот такая вот штучка, найденная в этом сигнале. Попробуй, может что-то есть еще. Кожульки, блин, это не отказки. Кожульки не отказки. Из первой ямки, помимо каски, найдена еще вот наша советская саперочка, МСЛ. Ямка какая-то маленькая, со всех сторон стены. Видите, была какая-то, какой-то ершик вот от него. Щеточки высыпались, а самого ершика нет. А в касочке просматривается надпись, вот плохо видно на свет, видите? Подписная каска. И покажем вам, как немцы газеткой уплотняли под шлем, размер под шлем. Как фуражку под потовую закладывают размер. Немцы закладывали под под шлем. А ну где там эта газета? Вот же я держу. Ага. Вот да, вот она и газетка. Можно посчитать, Наташу. А ну-ка дай. Сейчас, подожди, я разверну ее. Попробую. Немецкая, да, ближе сниму. Немецкая, немецкая. Пришлось сложить газету. С ямой, в принципе, все, зарываем. Попробуем дальше. Начали вторую яму, как можете видеть. Пошел пулеметный настрел в количестве немецкий. 7,92. А так же попалась, как и в первой яме. Гранатка. М39. Еще одно яичко. Ударено осколком, видите. Тоже гильзы валяются. В яме еще присутствует колючая проволока. Попробую показать. Вот она качается. Ну, покачай колючую проволоку. Вот, видите. Но, тем не менее, хотя она и могла быть сигналом, но присутствует у нас стрел в количестве. Будем раскрываться, смотреть. Видите, немало. Предметов из второй ямы становится все больше. Преобладает, конечно, колючая проволока. Вот появилась лента, похожая из которой непосредственно и отстреливали это количество гильз. Ну, не с нее одной, конечно, появился диск от дегтярья танкового. Ну, как не весь диск, а только половина его. Вторая часть, как вы видите, забита землей. Ну, то есть не вторая часть, а он забит землей, изгнил, а крышки нет. В яме говорят, что есть что-то еще крупное лежит. Каска, еще одна каска немецкая. А ну-ка, наша улица. Да, тоже битая, да? Да. С обручем. Такой, закрашенная тоже. Попрощай немножко, покажи. Зрителям интересно будет посмотреть. Детишки воевали, смотри, как его. Не, ну это 64-ка обычная. Двухдеколка была, 35-ка. Но закрашены обе деколи. Вместо для деколей. И одно, и второе закрашено. Ну? По-моему, наш пассажир лежит. Наш боец? Немец? Ну, наверное, я не знаю. Вот, видите, предположение, что там, возможно, ниже лежит немецкий солдат. Сейчас будем заглядывать, смотреть. Вот такая вот позиция. Вторая каска с ней. Ну, пока жульки так редко пошли. Ну, наверное, нет. Вижу. Лопата, наверное, была. Чехол от лопатки. Да, чехол от лопатки. Ну, может, или он, может. Ну, пока это только наше предположение. А что будет ниже, покажет скрытие. На дне лежит саперная лопата. Она была в чехле. Нет. Ошибся. Ошибся. Подбородочная пряжка с второй каски стальная. Несмотря на то, что подшлем алюминиевый, как можете видеть. А подбородочник стальной. Продолжаем. В дна второй ямы выскочила вот такая граната М-24. В классическом для дна бомбическом сохране. Крышечка от яичка М-39. Бросались гранатами? Немцы. Какие-то допники. Ну, там под вторым на топ-то, что ничего не будет. Ну, знаешь, пошла лопата. В дно были втоптаны монетки немецкие. Фокус не ловится. Чтобы посмотреть свастику. Ну, вот, 10-10 и единичка. Итого 21 фенинг 3-го рейха. Очко. Не простая яма. А яма... Подрываем вторую яму, как можете видеть, вот туда. Там в конце был обнаружен вот такой кексик магазин к пулемету МГ. Как можете видеть, он пустой. К вечеру погодка улучшилась, несмотря на утренний, ночной и утренний дождь. Второй сигнал закончен. Зарываем. Останков, к сожалению, там был ошибочный возглас. Не обнаружено останков. Ни немцев, ни наших. Будем искать дальше. Третья яма. Обнаружили в ней еще одно яичко, как можете видеть, с колечком. И вот такая битая пивная бутылка 033. Маленькая. Там на дне, на самом очень неудобном положении. Какой-то металл. Мы не можем понять, что это. Пытаемся достать. Еще одно яйцо. Вот еще одно яйцо. Тоже с колечком. Как можете видеть. Но там что-то есть еще. О, пошел, пошел. Тащи. О, эта штука оказалась немецким противогазным бочком. В не очень хорошем состоянии, как можете видеть. Ну, живой, да, не считая там, что можно макарочки отсаживать там местами. Рядочка, вот сам противогаза валяет. Такая бутылка, хорошо. Ладно. Как всегда. Вот такое чудо немецкой химзащиты. Ты же видишь, даже пудреница открыта. А вот эта маска лежит. Лазили. Даже пудреницу вскрыли, посмотреть, нет ли там немецких золотых монет. Наверное, после боев. А, вот и масочка. А вот и масочка. А за противогазным бочком, дорогие зрители, показались... Ноги. Ноги. Ну, да, не вот эти, которые в АЗК, а ноги вот какого-то солдата. Предполагаем, возможно, немец, так как снаряга вся в яме немецкая. Но солнышко садится, сегодня уже не успеем. Экспедиция у нас не одного дня. Продолжим завтра. А вы увидите все в этом же фильме, но немножечко позже. Продолжаем. Начинаем. Эксгумацию неизвестного пока нам солдата. Кости, как можете видеть, ноги вот находятся. Сейчас определимся со стенками, куда идет окоп. Будем расширять и эксгумировать. С утра небольшой минус. Изморозь покрылась. Земля изморозью. Из ямы, которую мы расширяем для излечения останков. Часть останков уже начали складывать традиционно. Традиционный, точнее, мешок. Был найден затвор от пулемета МГ. Вот такой. И пару немецких обойм с патронами. Вот еще одна развалилась стальная обойма. Шурфетом не видно. Или ты достал проволоку? Кого? Проволоку достал. Какая-то проволока была. Где-то здесь она вылетела. Поворачивает траншея. Поворачивает куда? Вправо, да? Вот стена. Ага. Траншея поворачивает вправо. Нет, либо развилка. Либо она вот так идет, а вот эта вот так. Посмотрим. Найдена еще одна граната М-39 с колечком тоже. И все больше становится обоим с патронами с немецкими. Раз, два, три, четыре, пять, шесть мы уже нашли. А вот еще семь. Ями помимо останков Еще Находится Еще один немецкий противогазный бак. Там вот он Скрижещет. И еще одна немецкая газмазка. Во второй яме за эту экспедицию, там где мы обнаружили останки солдата, Появилась еще колотуха, вот такая М-24 Немецкая Также мы нашли Щелочницу Обеззараживатель для немецкого оружия По-моему 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 Бойца? Нет Бойца Видите, 41-го года Вот такая штучка В яме под солдатом еще два противогазных бачка Один вот с маской Достаем, как можете видеть Вот она масочка тут И там В яме В стене Еще один бачок Вот видите И там же идет нога Возле него Там был еще советский котелок Вот в месте, где сейчас руки мелькают Поисковика Поэтому Солдат, скорее всего, наш Так как помимо котелка Обнаружен еще Смертный медальон Бакелитовый Но, к сожалению Он был откручен Как можете видеть Пустой Бойца, похоже, идентифицировали Медальон забрали На, на Новый год Под елку Может в маске Маска на Новый год Под елку Бал Маскара Жаль, конечно, что так с медальоном Но ничего не попишешь Его уже установили Керамическое колечко Керамическое колечко Керамическое колечко Ямя что-то скрежещит Что там? Подожди, еще задницу Вот, колокол Я не могу найти А, кто-то еще А, это кот Вот у меня под бойцом Смотрите, одну ногу мы достали Она была вот здесь Лежала Вторая нога от этого солдата Она вот Такая у него подкова Интересная, самодельная Это пластина с накрученными болтами На пятке А вот выше Еще один ботинок То есть третья нога Скорее всего Солдат ями двое Если он только не трехногий Но, скорее всего, вряд ли Потому что На вот этой ботинке Обычная Наша советская Подкова Как-то так Ноги уходят сюда Вот еще один бак Маска под ним И траншея поворачивает Вот туда, в сторону Лопаты Продолжаем Ковыряем Тут Глубже Где мои ноги стоят А сюда Видите, стена А сюда Пошла как полка На этой полке В принципе, ноги застряли Шейка глубокая Где-то метр шестьдесят Эксгумация продолжается Уже двух Советских солдат Теперь мы знаем Что их там два Больше будет вряд ли Слишком узко Стены мы уже нашли Гранат становится Все больше Как немецких Так вот и советские РГ-42 Появились Одна Вот еще одна В одном противогазном бачке Была лазантинница Где-то коробочка Для чистки мавзера Там Крышка От нее Ну все будет Гнилое Конечно Под мертвецами Но тем не менее Предметы Нужно показать Людям интересно А ну так Отклонись назад Сейчас ко мне Немножечко Еще в яме Там на полке Которая слева Где лежали ноги Найдено большое количество Целый пачка мешок Вот таких скобок Для прикрепления колючей проволоки К столбам деревянным Целая куча Видите На выбрасывали Один большой Мужчина Второй Небольшой На дне Окопа Под останками Найдена Вот такая Немецкая Жаба Для штыка Штыка нет Не ножен Ни штыка Там же и приточка Кнопочки Бойцы наши На удивление Не обобраны Не обмародерены В обуви Как могли видеть Оба обуты С поясным снаряжением Вот Под сумок С патронами Ремень поясный Немецкими А нет Наши 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 С нашими патронами 7,62 До До Ремень Такой узенький Поясной Странно По бедности Что ли Такой поясной Ремень У нашего Солдака Он же как веревка Давит Но тем не менее Вот такой Яму снова Расширяем Кококоп Еще раз Повернул Но здесь Уже похоже Мы подходим К финишу Вот голова Одного из солдат Нашего Красноармейца Разбито Ну покажи Где разбито Ножом Лица нет А лица Вообще Нет развороченного Ну вот У него Кусок верхний Нижний А вот А вот там Где глаза Нет лица Разбита Очень голова Видите Досталось Солдатику Разбита Полностью Видно Пока еще Кожа была Пока хоронили А ты аккуратно Сразу в мешок Ну да Адгумация Завершена В итоге Получилась Вот такая Ямка Все что Мы находили В принципе Я уже показывал Ничего Другого Не нашли Ну и Конечно Два Наших Солдата Жалко Только что Один смертник И тот Раскручен Хотя может и не жалко Наоборот Он установлен Но с другой стороны Установлен Нанесен на братскую могилу Ближайшая деревня Лежит здесь Ну перенита Ничего страшного Переложим Туда куда нужно Зарываем Будем двигаться дальше Продолжаем Наши поиски Четвертая яма За эту экспедицию После двух наших Солдат Которых мы подняли В третий Очередная ямка Сигнальчик небольшой Пошла Мишенка Опа Стоп Аккуратненько Что-то есть Крышка Немецкого котелка А так она битая Да Вообще Оторвана Оторвана Ручка Да По три ее Немножко Почисть Покажи Дыра Ага Крышка Немецкого Котелочка Сюда 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 Не подписная Ничего Не видно Подпись Я вернул Интересно Может будет Что еще Ключая проволока Четвертая яма Вот еще Как можете видеть Показался Немецкий Противогазный Бак Открыт Тоже Как и предыдущие Несколько штук Кудреница Тоже Открыта А ну Потряси его Может там Колба на месте Ударен Хорошо Подержи Музей Хорошо Да Музейный экспонат Хорошо Для музея А можно Передать Будет Он и сохранился Какой-нибудь Там же просели Бачки В музее Передадим Туда Да и даже Тоненькая Пружинка Сохранилась Ага Чик 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 Пока Так Остальное Все Придал Где она Это я вижу Вон Пукля Довесок Противогазная Пукля Ямку немного Расширили Впереди Правда Теперь у нас Уже Стена Зато Нашли От этого противогаза Маску И фильтр Под номером 172 И маска Но маска Пропитка Тряпчаная Рассыпалась Только Узнаваемая Четвертую Закончили Сейчас будем Начинать Пятую Ямку После нее Абет Ну и посмотрим Что в ней Сигнальчики Слабые Вон еще один есть Тем не менее Идет немецкий Окоп Не окоп Точнее Больше похоже Как одиночки Потому что Стены мы находим Все Хотя может Соединены были Ползунком По чернозему Не видно Четвертая яма Которая сейчас Выглядит вот так Ничего Кроме Настрела Куча стального Немножко Латунного Немецкого 792 Попалась Еще немецкая Сигналка Стальная И кусок Алюминиевого Ящика Похоже Пулемет Разворотил Его Видите Подроемся Немного В принципе Гильз Довольно много Они и есть Сигнал Мы так думаем Немного Подроемся Мало ли Пятая яма Закончена Ничего Кроме Большого Количества Стального Настрела И Вот В принципе То что я уже Показывал Немного Латунного Сигналка Стальная Алюминиевая Жопка От ружейной Гранаты Немецкой Бакелитовую Обрывки Ленты Пулеметной Ничего В этой яме Найдено Не было Только Это Яму Зарываем Обед Продолжим Позже Отобедали Очередная Яма В ней Мы Нашли Вот Такую Часть Укупорки Для 105 Снарядов А Вот Еще Одна Деталечка Улетает Такая Же Можете Видеть У нас Как раз Вот Здесь В углу Отмечена Немецкая Батарея Которая Находится За Линией Окопов Оборонительной Линией Она Проходит Здесь Поэтому Судя По всему Батарея Мы Приближаемся Глядя На Укупорки Которые Стали Здесь Находить Там Еще Одна Говорят В яме Есть Крышка Ну Да Дерево Сгнило А Укупорки Остались Вот Такая Колоритная РГ-42 Гранатка Зашла Пуля Две Раз Два Разорвала Ее Как бог Черепаху На выходе Это все С той же Ямы С укупорками Закончили И с этим Сигналом Помимо Уже Показанных Вами Переносок Которые Валялись Сверху Чуть ниже Была Еще Вот такая Граната А 42 Я показывал Разорванная Нашли еще Бутылку Вот такая Бутылочка Без опознавательных Знаков Ничего На ней Все Остался На сегодня Еще один Сигнальчик Попробуем Будем заканчивать Очередная Яма Да Кротячая Нора Довольно Узкая Из нее Пока Мы нашли Несколько Гильз Как всегда Немецких И Эсбит Такая Печечка Для сухого Горючего Горючего Там нет Вот такая Крышка Похожа От ящика РКК Для дисков Дегтярева Или Максима Но что-то Мне кажется Что для Дегтярева Как-то Изгиб А в самой Яме Лежит и сам Этот ящик Можете видеть Сейчас будем Его доставать И покажем Вам поближе Вот и ящик Состояние От этой крышки Состояние Конечно Как можете видеть Бомба Вот видите Как сохранился Хорошо Ну По дну Еще В шурфе Идут гильзы По дну Шурфа Идет на стрел Ну Предметов Достаточно Для сигнала Того Который У нас Здесь был Поэтому Скорее Сейчас Будем Зарывать У нас На сегодня Остался Вот там Еще Один Сигнал Сейчас Если успеем Покажем Еще Один Сигнал Крайний Оказался Просто Кучей Патронов Немецких Пачках Можете Видеть Это Несколько Латунных А так Великое Множество Стальных По Отвалам Ну Действительно Было Много Также Попалась Еще Здесь Наша Лопатка МСЛ Одна Кительная Немецкая Пуговица Крышка От яичка И одно Яичко Целое Целое Такая Лопатка В принципе На этой яме Заканчивается Наша экспедиция В результате Обнаружили Останки Двух Красноармейцев Из интересного Железа Пару немецких Касок Битых Так больше И не вспомню На этом Все До новых Встреч Всем удачи Пока Пока